Сегодня, пожалуй, каждый слышал о самых распространенных схемах мошенничества. Звонок из банка, сообщения в социальных сетях от друга, которому срочно нужны деньги. Еще актуальна схема розыгрышей, раздачи призов или опроса от банка или других организаций. Как утверждают представители управления по противодействию киберпреступности, жертвой сейчас может стать каждый пользователь интернета и гаджетов. Возраст человека и его социальный статус совершенно не имеют значения. Наиболее распространены два способа совершения преступления. Это так называемые звонки от имени банковских учреждений, либо правоохранительных органов. Под различными предлогами у граждан выманивают реквизиты банковских платежных карт, либо инициируют совершение каких-либо действий, в том числе получение непосредственно в банковских учреждениях кредитных, каких-то заемных средств. Вторым способом является так называемый фишинг. То есть наши граждане, в ходе своей повседневной деятельности продавая товар, либо просто осуществляя поиск в сети интернет, находят какой-то интернет-ресурс, который является поддельным внешним, он очень похож на настоящий. И на данном ресурсе они оставляют реквизиты своих банковских платежных карт, которые в дальнейшем получают злоумышленники и совершают с их помощью хищение денег и средств. Все чаще мошенники для получения доступа к персональным данным, реквизитам банковских платежных карточек, паролям и другой конфиденциальной информацией используют методы вишинга. В социальной инженерии не взламывают устройство, а выманивают нужную информацию, используя эмоции человека, применяя метод давления и фразы, подталкивающие человека действовать сейчас. Времени больше нет, нужно реагировать быстро, слыша которые потенциальная жертва поддается влиянию еще быстрее. В этом году таких случаев, к сожалению, было достаточно много. Подразделениями Следственного комитета по профилактике киберпреступлений проводятся различные виды работы с людьми. Например, профилактические беседы. Одна из таких акций прошла на дорогах нашего города совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Используется сеть интернет и размещается на различных сайтах, телеграм-каналах, в вайбере, в инстаграме информация о формах и методах работы. Также в настоящее время подразделениями Следственного комитета используется такая форма взаимодействия с потерпевшими, как направление заявителей в банке, для того, чтобы они оперативно принимали меры по блокированию денежных средств, которые были списаны с их счетов. Каждое действие в интернете оставляет свой след. Благодаря ему, сотрудникам правоохранительных органов проще в случае киберпреступления помочь пострадавшему. В Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области при совершении киберпреступлений проводятся разные виды экспертиз. Экспертизы радиоэлектронных устройств, в рамках которых исследуются мобильные телефоны, а также компьютерно-технические экспертизы, в рамках которых исследуются ноутбуки, системные блоки, в общем, персональные электронные вычислительные машины. В случаях, когда осуществляется злоумышленником телефонный разговор, телефонный звонок потерпевшему, и данный разговор записывается, может быть проведена фоноскопическая экспертиза. В рамках проведения фоноскопической экспертизы будет отождествлен голос и речи подозреваемого лица с голосом и речью лица, который совершает преступные действия. Главное помните, в любых ситуациях, проводя какие-либо действия со своими денежными средствами, соблюдайте повышенную осторожность. Не будьте излишне доверчивыми, не ведите диалог с незнакомыми людьми, а в случае уже произошедшего правонарушения, первым делом обращайтесь за помощью. Сами владельцы данных устройств, после того, как совершено в отношении них противоправное деяние, продолжают работать на данных устройствах, в результате чего временные файлы, которые создаются и остаются на устройствах, могут быть потеряны. Их уже будет сложно восстановить. Поэтому небольшая просьба к владельцам устройств, после того, как в отношении них совершено правонарушение, прекратить работу на данных устройствах, отключить их и дальше уже обращаться в соответствующие органы.